А переболевшие коронавирусом томичи могут сдать плазму, чтобы спасти чужие жизни. В крови тех, кто уже поборол инфекцию, есть антитела. При переливании тяжело больному человеку они блокируют в организме вирус. Таким способом врачи уже успешно лечат пациентов с COVID-19. Подробности в репортаже Яны Поповой. Наталья Николаева считает, врачи спасли ее чудом. Неделю лежала с пневмонией в реанимации, легкие были поражены на 70%. COVID-19 взял власть над иммунитетом в считанные дни. Состояние резко ухудшилось. Врачи затратили очень много сил, средств, своих умений на то, чтобы я выздоровела, на то, чтобы я выжила. Я считаю, что я должна помочь обязательно всем оставшимся людям, которые сейчас болеют, чтобы у врачей была возможность их тоже вылечить. Как только поправилась, сразу пришла в центр крови сдавать плазму. Врачи используют этот компонент в лечении больных коронавирусом. Таких добровольцев, как Наталья, здесь уже более полусотни человек. Сейчас это очень ценная жидкость. Плазма человека. Здесь антитела. Это клетки защитников, которые попадают в организм, блокируют вирус. Чем выше концентрация антител, тем больше защитников. Пациенту может хватить одной дозы. Бывает, когда необходимо несколько сразу. Поэтому прежде чем взять плазму у донора, врачи проверяют, насколько она богата антителами. Это зависит от множества факторов. От иммунной системы самого непосредственно человека, который переболел. От тяжести и заболевания. От возраста. Чем, естественно, возраст больше, старше, соответственно, иммунный ответ уже будет не настолько выраженный. Сдавать плазму можно не раньше, чем через месяц после выздоровления. Большинство добровольцев здесь были по несколько раз. Юлия Постникова убеждена, если ее кровь может спасти человека, она будет ходить на донации до тех пор, пока не исчезнут антитела. Не задумываюсь. Потому что я понимаю, насколько серьезное заболевание, как тяжело болеют люди. У меня есть в окружении знакомые, которые сейчас лежат в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. И поэтому для них это шанс. Так называемый метод пассивной иммунизации. То же самое, например, по сходству с противоклещевым иммуноглобулином, который ставится, например, пациентам, которых укусил клещ. Опыт такого лечения у томских врачей есть. До этого момента дозы иммуноглобулина в регион привозили из Новосибирска. Конечно, это не панацея. Медики в большинстве случаев спасают тяжелых пациентов без донорской плазмы. Ставили системы три раза, укол животных, таблетки. В общем, без проблем. Любая жалоба сразу приходили. Каждый выздоровевший – потенциальный донор. Возможно, скоро количество излечившихся превысит число заболевших. А пока преимущество у последних.